Так, друзья, всем доброе утро. 21 февраля, Москва. Налоговые и экономические новости с Ларисой Гарамовой. Итак, новость номер один. Сборы подоходного налога показали взрывной рост января 2022 года. Бюджеты регионов поступило в полтора раза больше НДФЛ, чем годом ранее. В цифрах это, соответственно, 224 миллиарда рублей. Налоговая отлично работает. Вот о чем говорит эта новость. Новость номер два. Предприниматели избавят от НДС при сделках с интеллектуальной собственностью. Льгота способствует развитию рынка франшиз. По словам Михаила Мишустина, предприниматели смогут не платить НДС при заключении сделок при передаче прав на такую интеллектуальную собственность на основании договора коммерческой цессии, в том числе с иностранными партнерами. Здесь речь идет про статью 149 НК РФ, которая, собственно, и регулирует услуги, которые освобождаются от налогообложения. Суть налогов, как вы знаете, регулирующая, стимулирующая и направляющая. Выгоду получат компании, которые используют для масштабирования модель франчайзинга. Цель, соответственно, привнести в российский бизнес все больше инноваций и технологических решений. Как вы знаете, модель организации и масштабирования, в том числе и бизнеса, по схеме франчайзинга является очень эффективной. Очень многие компании рассматривают эту модель как достаточно эффективную. И в том числе инвесторы рассматривают модель франшизы, развитие и масштабирование бизнеса по франшизе, как также очень эффективную. Потому что за вас уже все придумали, за вас уже простроили все бизнес-процессы, заранее подумали, сколько нужно инвестиций, какой будет возврат на инвестиции. Возможно, даже очень многие, я знаю, компании франшизные, в том числе, когда они выполняют функцию управляющих компаний, они помогают вам даже подбирать людей. Вот, например, мы прекрасно общаемся с Александром Глушковым. Это владелец, создатель сети салонов красоты Моне. Вот буквально с ним недавно общались. И он рассказывал, как они, собственно, мониторят рынок вакансий. И, собственно, людей помогают во все свои компании, партнеры, соответственно, помогают найти. Поэтому это очень эффективная история. Я думаю, что на этой неделе мы с вами рассмотрим, сделаем даже специальный выпуск, я вам подробно расскажу. У меня, по-моему, даже было выступление в 2020 году, почти полтора года назад, на выставке франшиз, собственно. Я там и выступала в рамках школы франшизи, как раз-таки рассказывала про базовые основы финансовой и налоговой грамотности. Так, возвращаемся. А вот, кстати, тоже инсайт. Пока писала эту новость, мне пришла аналогия, что государство – это фонд, налоги – это вложение венчурных инвесторов. Фонд, читая государство, вкладывает деньги в венчурные проекты. Инвесторы тогда, получается, должны провести, получить профит. А если про профит никто не спрашивает, фонд, читая государство, тратит их неэффективно. Тогда вопрос про эффективность спрашивается, кому мои родные. Ну и как инсайт, выводы, деньги наукоплательщиков расходуются неэффективно, потому что про них никто не спрашивает. Это вам просто на подумать. И перестать, наконец, обвинять государство во всех своих грехах и неэффективностях. Дальше. Зарубежные компании. Новость номер три. Обеспокоены глубиной проверки цепочки их собственников. Вероятно, одна из целей налоговой – найти владельцев контролируемых иностранных компаний. Ну, именно так, да. А налоговая ищет, как она называет, сущностные компании, выгодоприобретателей, говоря своими словами, тех, кто обладает ресурсами и активами. Защититься, конечно же, можно, сложно, но можно, трудоемко. Ну, это правда. Если ваша компания ни в чем не виноватая, то бояться вам почти нечего. Ну, у меня есть официальная версия для вас, есть кулуарная версия. Официальная версия звучит так, что ищут выгодоприобретателей, готовьтесь к проверке. Если вы ни в чем не виноваты, то вам ничего не будет. А неофициальная кулуарная версия заключается в том, что ищут компании с активами. И если у вас в штате либо во внешнем контуре нет каких-то очень злостных бухгалтеров, и злостных, в профессиональном плане я имею в виду злостных, которые умеют отстаивать позиции, которые умеют защищать ваши интересы, то, конечно же, плюс, если у вас компания успешная, плюс, если у вас интересный вкусный баланс, в плане, что там есть интересные активы, то, конечно же, к вам придут. Если вы не умеете защищаться, то будьте добры и будьте готовы к тому, что вы просто будете бесконечно кормить необоснованно налогую инспекцию. Так, возвращаемся. Новость номер 4. Бизнес будет платить налоги по-новому с 2023 года. Единый платеж предлагают сделать безальтернативным механизмом. Еще раз, подтверждаю, сюда вытащила эту новость, потому что появились новые вводные. Я просто смотрю, наблюдаюсь за своими коллегами, которые также ведут новостные рубрики экономические и про инвестиции. И вот они там все радуются, что ура, ура, единый налоговый платеж, меньше будет ошибок допущено в налоговых платежах. На самом деле, это, с одной стороны, да, конечно. С другой стороны, это троянский конь, потому что... Потому что не надо сильно радоваться, потому что государство играет только в одну сторону. В плане, что вы думаете, что это радостно, это действительно радостно, потому что это действительно упрощает очень многие процессы, будет меньше ошибок, но вы просто думаете, что вам показывают, рассказывают только 10% того, ради чего реально это все задумывается. Вот, как я уже обсуждала, вам рассказывала, что здесь будет основная битва за начисления. Вы будете постоянно доказывать вообще, какие там должны быть начисления. Собственно, еще раз напоминаю вам, что вся история перемещается в профессионализм вашей команды, который сопровождает ваш бизнес. И сейчас будет очень много, я вот прям вангую, в 2023 году очень много будет разбирательств о том, все-таки, какое сальдо по каждому из налогов. И меня, если честно, страшит этот факт, что налоговая будет самостоятельно раскидывать деньги по вашим налогам, по вашим лицевым счетам в разрезе каждого налогового. Я, кстати, сразу, вот видите, сделала ручку, буду записывать. Первое, что я вам обещала, сделать спецвыпуск по франшизам, и второе, про единый платеж, потому что это очень важно. У них есть определенный алгоритм, каким образом они будут распределять. Потому что, например, если вы думаете, что будете платить за НДС, вот это деньги, которые вы отправляете за НДС, а с учетом вот этого нового механизма, единый платеж, то есть деньги придут сначала на погашение штрафов, пени, неустойок по предыдущим историям вашим, и только потом на НДС. И бац, и вы снова опять должны государству, понимаете? Поэтому что нужно сделать тем компаниям еще вчера? Привести в порядок все свои налоговые декларации и сальдо по налогам в разрезе каждого вида налога по всем абсолютно платежам, которые вы делаете в налоговую инспекцию. Сделайте это сейчас, в начале 2022 года, и начали в 2023 году, деятельность вашей компании будет парализована. Вот, кстати, здесь тоже интересная ремарка про то, что будет все так, как решит ФНС и Минфин. Поэтому здесь это просто неизбежность, что делать, я вам сказала. Новость номер пять. Банк России подготовил законопроект о запрете криптовалют, который запрещает их обращение в стране и вводит за него штрафы. Таким образом, Центральный банк продолжает настаивать на своей жесткой позиции относительно криптовалюты. Пока что полного понимания будущего криптовалют в России нет, но в Минфине и правительстве выступают не за их запрет, а за регулирование оборота. Я абсолютно понимаю Эльвиру Набиулину, главу Центрального банка Российской Федерации, почему она переживает за то, что крипта откроет новый канал по отмыванию и обезличиванию, потому что на данный момент уже огромная проведена ей работа по приведению рынка в порядок. То есть вот эти все ужесточения, то, что мы наблюдаем последние годы, то, что банки перестали быть друзьями бизнесу, фактически стали стукачами. То есть это заслуга Центрального банка, потому что полностью контроль ведется за всеми операциями, переходными, расходными. В общем, бизнес контролируют, и дальше будет только жестче. Новость номер 6. Модуль банк запустил выплаты физлицам с бизнес-счета по номеру телефона. Сервис работает на функционале системы быстрых платежей. Платежи ходят круглосуточно. Ну, конечно, ура! А потом бухгалтерия начинает с этим разбираться, что это был за платеж, по какому основанию, кому и за что. Поэтому я вот здесь сейчас вам снова переключаю. Новая схема такая. То есть напоминаю, как вы можете и за что заплатить физику с расчетного счета Юрика. Потому что получается, что банки бегут, как это впереди паровоза, хотят быть очень удобными. То есть, с одной стороны, мы видим, что на них накладываются все эти дополнительные контрольные функции, и они хотят быть очень сильно удобными для бизнеса, поэтому они бегут впереди паровоза и пытаются… Вот смотрите, вот система быстрых платежей. Вот раз, и по номеру телефона, бац, и перевел деньги в физику. А потом бухгалтерия рыдает, рыдает, потому что она не знает, за что заплатили, кому. У меня лет, наверное, господи, когда это было, лет 8 назад, 31 декабря, бухгалтерия приносит платежку мне и показывает, посмотри, значит, с назначением платежа ХЭЗ, банк платежа… Назначение платежа ХЭЗ. Это значит ухоз нужды. Или что-то еще. Банк пропустил эту платежку 31 декабря. Поэтому основание платежа какое, по какому договору вы платите, кому. Возвращаемся к нашей волшебной схеме. Физик. Ваш сотрудник работает по трудовому договору, получает зарплату, либо премию. Это как? Можно заплатить с расчетного счета физика на расчет… С расчетного счета Юрика на расчетный счет физика. Ну, кстати, снова возвращаюсь к вам. Вот это все я сейчас проговариваю в основном для малого бизнеса, потому что вот эти все новые фичи, которые придумывают банки, они для необразованного, понимаете, вот этого слоя, который не понимает, что такое экономика, не понимает, что такое налоги, деньги ходят туда и сюда, туда и сюда. То есть им просто нужно заплатить срочно. Вот стоит физик, надо заплатить. Бац, ввели новый номер телефона, заплатили ему, отправили деньги. Ребята, кто потом с этим разбираться будет? Это, кстати, грешат эти мы большие компании тоже. Типа сначала заплатим, потом разберемся за что. Еще раз повторяю. Физик, ваш сотрудник, работает по трудовому договору, получает зарплату. Дальше. Физик, ваш подрядчик, работает по договору подряды. Это значит, что должен быть договор подряда, с ним заключен. Там должно быть техническое задание, и вы ему либо аванс, либо за уже сделанные работы, соответственно, платите. Дальше. Физик, ваш подрядчик, работает по договору подряда, и он самозанятый. То есть вы у него все эти статусы проверили, заключили с ним договор, вперед. Так же, как и по договору подряда. Схема такая же. Дальше. Физик, ваш учредитель, не работает в идеале, получает дивиденды с прибыли, конечно же. Дальше. Вот я зря здесь не пронумеровала. Это что получает? Раз, два, три, четыре, пять. Физик, ваш сотрудник. Пятое. Работает по трудовому договору, получил командировочные. Дальше. Физик, ваш сотрудник, работает по трудовому договору, получил подотчет. Подотчет. Кстати, очень многие в таких вот на последние два пункта открывают просто корпоративные карты. И здесь ошибка в том, что не следят за тем, каким образом это все расходуется. И, соответственно, вовремя отчетные документы-то не спрашивают. Вот. Поэтому сначала квалифицируйте платеж. Кому и за что вы и по какому договору платите. Только потом платите. Все. На этом, мои дорогие, все. Обнимите свою бухгалтерию. Посмотрите, какую сложную работу она делает. Все. Я вас тоже всех обнимаю. Желаю хорошей, продуктивной недели. И встретимся очень скоро. Все свои обязательно я записала. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok